Итак, на гармошке обломился голос, то есть пропал голос. Вот он, посчитаем его. Раз, два, три, четыре, пять. Пятерка, да? Послушаем его, как он, ну, почему он плохо работает. На сжим идут два голоса, да? А на разжим три голоса. Еще раз. На разжим три, сжим только два голоса. Значит, один голос отсутствует. Ну, чтобы понять и починить, и разобраться, надо, конечно, снять верхнюю крышку. Вот на чайке она вот так крепится двумя гвоздями. Сверху гвоздь и снизу гвоздь. Никакой здесь резьбы, ничего здесь, никаких шурупов не имеется. Завод так делает. Снимем верхнюю часть, значит, в сторонку отложим, нажмем эту кнопку. Вот она куда выходит, посмотрим. Значит, тут я нажимаю. Вот она, пятерка. Раз, два, три, четыре, пять. И здесь она тоже является пятеркой. Раз, два, три, четыре, пять. Пятерка. Вот. Ну, раз отсутствует, значит, нижняя октава, то есть грубый голос, нижний голос, то и будем сейчас смотреть резонатор, который дает нам низкие голоса. Тоже снимем, тут нетрудно. Вот эти все фиксаторы снимем. Вот такие плоскогубцы раньше, они существовали, чтобы сахар, кусочки сахара откусывать и кушать. Цукер рафинад был когда-то продажен. Цукер рафинад. Вот поэтому вот этими щипчиками очень удобно снимать все вот эти крепления на любом инструменте. Итак, значит, запомним его голос, ну, звук. Включим этот аппарат, если у кого есть. Ну, в данном случае он большую роль не играет, этот аппарат. Ну, послушаем, что он покажет. Фа диез он показывает. Фа диез. Ну, хорошо. Фа диез. Итак, ну, по звуку примерно запомним. Пятерка. Вот так звучит она. Фа диез. Откроем. Уберем, значит, основу. И теперь будем искать пятерку фа диез. Она, как я уже сказал, будет на большом резонаторе, этот голос, потому что он отсутствует, звучание. Итак, пятерка, значит, пятерка-пятерка с краю будет. Теперь считаем. Простой карандаш нужно взять. Раз, два, три, четыре, пять. Наметим. Где-то вот так примерно. Пятерка. Раз, два, три, четыре, пять. Пятерка. Теперь вызовем, чтобы не было ошибки. Послушаем, что он даст. Да, вот этот голос, он и пропал. Нажим. То есть, вот эта планка виновата была. Нажима не было. Внутренний голос, там я сейчас пощупал, он имеется. Но у нас нажим не было. Вот я его сейчас возбудил, потому что он могло быть так, что он просто сам по себе закис. Бывает закисание голосов. Ну, то есть, планки, как, что называется, залегли. Вот такое выражение бывает. Залегли планки на баяне, на гармоне. Но сейчас соединим вместе с корпусом и послушаем, насколько они залегли. Я-то его потрогал, как бы возбудил. Ну, вот теперь послушаем еще разочек. Вот этот голос. Сюда идет. Сюда идет. То есть, теперь идет и туда, и сюда. Еще разочек послушаем. Есть трезвучие, а точнее трехголосие. Сюда. Тоже есть. То есть, достаточно было пошевелить эту планку, которая залегла. Она годами не игралась. Может, кто-то, не знаю, слабенько играл на этой гармонии. Либо вообще не нажимал вот эти звуки. Значит, сейчас она уже стала нормальной. Ну, конечно, этого мало, как поет Пугачева. Только-только-только этого мало. То есть, я как баянист и как музыкант, я должен полностью все проверить. Все вот эти голоса, да, все на этой стороне и здесь. И все снимать будут все резонаторы. И на приборе тестировать их высоту, настраивать, подстраивать и так далее. Спасибо. Спасибо. Спасибо.